И мы сейчас с вами немножко коснёмся вопросов, которые касаются радио-йод-терапии. В основном наш рассказ будет идти о подборе пациентов на радио-йод-терапию, о ранжировании пациентов по группам риска. Итак, хотелось бы сказать несколько вводных слов о заболеваемости злокачественными образованиями в Российской Федерации. Мы видим с вами, что каждый год прирост огромный. По тем сведениям, которые у нас имеются, в 2019 году на 640 тысяч увеличилось количество пациентов, болеющих злокачественными новообразованиями. И щитовидная железа входит в десятку органов, которые наиболее часто поражаются. И у нас очень большой пул пациентов наблюдается ежегодно. Мы видим с вами, что распространённость рака щитовидной железы с 2007 по 2019 год выросла. Посмотрите, насколько и на 100 тысяч населения у нас приходится 120 пациентов с раком щитовидной железы. Никому не секрет, что это, конечно, не входит в топ заболеваний, обуславливающих смертность онкологическую. Хорошо достаточно поддаётся лечению. Таких пациентов с каждым годом всё больше и больше, поскольку стало доступно в том числе и радиоотерапия у нас значимо увеличилась доступность в нашей стране. Поэтому вопросы, которые будут касаться в том числе и накопления резистентных пациентов постепенно, они очень актуальны. Вот давайте посмотрим сведения лечения рака щитовидной железы в 2019 году. И по северо-западному федеральному округу, и в целом по России у нас получают комбинированное лечение в среднем 14% пациентов. Комбинированное лечение, это в том числе включает в себя лучевую терапию. Отделение радионуклидной терапии у нас с каждым годом увеличивается количество. Мы видим с вами, насколько возрастает количество учреждений, которые предоставляют эту помощь в Москве. Есть в Калужской области, в Архангельске. Это центр, который обслуживает северо-запад. Ну, в принципе, как бы и пациентов из любых других регионов. Мы видим, появились в центральных регионах, на Урале два учреждения, в Тюмени и в Красноярске. И еще несколько центров радионуклидной терапии откроются в ближайшее время. К тому показана радио-йод-терапия и цели радио-йод-терапии. Замира Ахмедовна уже вкратце сказала, что это пациенты, которым нужно провести абляцию остатка щитовидной железы. Это абьювантная радио-йод-терапия для отеления микрометастазов и радио-йод-терапии отдаленных микрометастазов. Клинические рекомендации также нам все известны. Это клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденные в 2020 году. Мы с вами полагаемся на аранжирование рисков на основании тех данных, которые выданы Американской терапевтиологической ассоциацией 2015 года. Ну и регулярно обновляемые рекомендации НССН, они обновились буквально в феврале 2021 года. Современные принципы определения послеоперационного риска описаны изначально были в Американской педагогической ассоциации, и именно вот эти описания рисков легли в основу подхода, оценки рисков в наших отечественных рекомендациях. Итак, в группе низкого риска, которым предполагается выбор либерального подхода к объёму лечения, с целевым ненизким диапазоном АТТГ, то есть позволительно провести заместительную терапию эльтероксином. Это пациенты без локорегионарных или отдалённых метастазов, отсутствие экстратириодной инвазии, удаление полностью макроскопической всей опухолевой ткани, отсутствие сосудистой инвазии, неагрессивный гистологический вариант, отсутствие метастатических очагов, по данным 1-й, с антиграфией с йодом 131. И если есть наличие поражения метастатических и лимфатических узлов, то это очень небольшие, это микрометастазы меньше, чем 2 мм, и не более 5 лимфатических узлов. Пациенты группы промежуточного риска – это пациенты с каким-то нетипичным, агрессивным гистологическим вариантом, это пациенты с энтротириодным папиллярным раком менее 4 см в диаметре, но при наличии мутации БРАПа, которую сегодня мы тоже уже с вами слышали, это поражение более 5 метастатических макро- или микрометастазов в лимфатических узлах, это микроскопическая экстротириодная инвазия, это папиллярный рак сосудистой инвазии, мультифокальная папиллярная карцинома с микроскопической экстротириодной инвазией и мутацией БРАПа, и наличие метастатических очагов на шее. У таких пациентов предпочтительно проведение ради йод-терапии или ради йод-абляции обсуждаются дозировки. С целевым диапазоном мягкой супрессии и, как правило, таким пациентам проводится тотальная тиреодектомия, о чём мы тоже уже сегодня с вами говорили. Ну и, наконец, группа высокого риска, это пациенты с остаточной опухолью, опухоль при сочетании индуцирующих агрессивное течение мутаций, тертебра, это наличие любого метастаза более 3 см в наибольшем измерении, это макроскопическая экстротириодная инвазия, широкий инвазивный калликулярный рак, более 4 очагов доказанной отдалённой метастазы, и высокая концентрация фириоглобулина, которая характерна для отдалённых метастазов. В данном случае радиотерапия достоверно повышает выживаемость, и при наличии отдалённых метастазов повышается активность водимого йода до 200 мл. Целевой диапазон ТТГ здесь должен быть таким, чтобы пациент был в супрессии, в поддержании. Ну и вот к тем рекомендациям, которые очень часто обновляются, это рекомендации сети НССН, текущая версия от февраля 2021 года, и мы с вами видим чёткое разделение, здесь вот у меня на правой части экрана показано чёткое разделение на три группы, кому показано, кому не показано радиотерапия и показано в выборочных вариантах. Итак, чётко показана радиотерапия, мы ещё раз с вами повторяем, группы высокого риска – это пациенты с обширным распространённым поражением первичной опухоли, выходом за пределы щитовидной железы, это размер первичной опухоли более 4 см, более 5 метастатических лепатических узлов и уровень нестимулированного тириоглобулина. Обратите внимание на этот показатель нестимулированный, то есть он может быть даже на фоне проведения заместительной или супрессивной терапии от 5 до 10 нанограмм. В целом это серая зона, но тем не менее на супрессивной терапии, если мы видим такой нестимулированный терапии, это показания к назначению радиотерапии. Радиотерапия однозначно не показана при низком риске, здесь он у меня прописан, и в принципе он повторяет рекомендации Американской терапии. Поэтому мы акцентировать внимание не будем. А вот с пациентами промежуточного риска здесь существует определенная ситуация, когда мы с вами назначаем радиотерапию в послеоперационном периоде, либо сразу же, либо в течение 6-8 недель определяемся с назначением этого вида лечения по сочетанию факторов клиника патологических. Итак, размер первичной опухоли от 2 до 4 см. Мы с вами рассматриваем возможность назначения радиотерапии. Пистология высокого риска, и если это сочетание факторов, да, скорее всего, нужно назначить. Наличие метастазов, плипатические узлы шеи, макроскопическое мультифокальное распространение или один очаг более 1 см. Уровень нестимулированного тиреоглобулина после тиреодектомии более 1 нанограмма, но менее 50 нанограмм. То есть это, опять же, нестимулированный периоглобулин, то есть даже на фоне заместительной терапии. И любое сочетание нескольких факторов вот из этой группы является показанием к назначению радиотерапии. Здесь, в принципе, вот то, что я вам сказала. И если мы с вами не определились сразу же в ближайшем послеоперационном периоде о назначении радиотерапии, то рекомендуется через 6-8 недель после проведенной тиреодектомии вернуться к решению этого вопроса. И мы с вами ориентируемся в том числе, то есть мы с вами оцениваем ретроспективно все данные гистологические, которые у пациентов клинические, и в том числе ориентируемся на проведение предтестовой, предлечебной диагностической сцентеграфии со 123 йодом предпочтительно. Там, где нет возможности провести диагностику сцентеграфию всего тела со 123 йодом, тут вот в ссылках, в сносках ниже есть возможность проведения микродозировками 131 йода. Конечно, нужно избегать назначения именно 131-го изотопа йода для проведения именно предлечебной диагностической процедуры сцентеграфией, поскольку перед полураспадом у 131-го изотопа больше нежели, чем у 123 йода, он составляет 8 дней и более выраженный станин эффект, то есть пациент, который получил диагностическое сканирование со 131 йодом, как правило, получает лечебную процедуру уже через 3-4 недели. Это либо более длительный период отмены эльтероксина, и пациент впадает, безусловно, как бы в более выраженные проявления гипотириоза, либо это повторное назначение стимулятора тиреотропного гормона, что также, в принципе, как бы не очень желательно для пациентов. Таким образом, для предлечебной диагностической сцентеграфии рекомендовано и лучше и предпочтительно использовать 123-й изотоп йода. Здесь вот у меня пример пациента, который изначально относился к пациенту из группы промежуточного риска с очень низким стимулированным тиреоглобулином, но с высоким сохраняющимся титром антител к тиреоглобулину. И на фоне проведения сцентеграфии со 123-м изотопом мы видим с вами активное накопление в ремнанте щитовидной железы, и этому пациенту было показано через некоторое время после проведения, в данном случае через два года после проведения оперативного лечения было показано проведение радиоэктерапии. Тоже пример пациента с низким риском послеоперационным, но у пациента сохранялся очень высокий титр антител к тиреоглобулину в течение года. Мы с вами видим здесь на примере сцентеграфии, на примере сканирования всего тела планарного, активное накопление на шее, в области шеи, также были выявлены показания к проведению радиоэктерапии. То есть не только пациенты, которые изначально относились к пациентам группы высокого риска, но и перестадирование, переквалифицирование пациентов группы промежуточного риска, также происходит у пациентов низкого риска. То есть все пациенты требуют активного динамического наблюдения. Посттерапевтическое сканирование проводится, как правило, в отделениях радионуклинотерапии двумя способами. Принципиально они отличаются тем, что аффект — это гибридное исследование, которое сочетает в себя как функциональное исследование изотопное, так и компьютерную томографию. Безусловно, этот метод исследования более предпочтительен, потому что он позволяет анатомическую локализацию более четко выявить, чем просто планарное исследование посттерапевтическое. Ну и здесь у нас с вами есть примеры синтеграм, которые вы будете получать как хирурги, как онкологи пациентов после проведенной радионуклинотерапии из отделения радионуклинотерапии. Мы с вами видим вот такое вот на левой картинке для вас накопление на планарной синтеграфии, и аффект КТ-шеи выглядит вот таким вот образом при проведении гибридного исследования. Гибридное исследование позволяет нам дифференцировать остаточную ткань щитовидной железы или накопление радиофармпрепарата в лимфатических узлах, в микрометастазах. Накопление в одной зоне может быть также накоплением и в костных структурах. Здесь вот пример накопления в теле позвонка и в поперечном отростке позвонка. А если бы это было бы проведено просто планарное исследование, все это бы выглядело либо как метастаз в средостении, либо метастаз в локорегионарной на шее. Подготовку пациентов можно проводить принципиально двумя способами. Это использование рекомбинатного человеческого териотропного гормона или отмены териодных гормонов. В нашей клинике мы обычно используем отмену териодных гормонов примерно на 21 день, от 21 до 28 дней. И по нашему опыту 21 дня с 14-дневным соблюдением низкоюзной диеты достаточно для того, чтобы пациент значимо повысил уровень ДТГ, что обуславливает качественный, хороший эффект проведения радио-йод-терапии. Ну и пациенты, как правило, особенно если пациенты с отдалёнными метастазами, то мы с вами понимаем, что они получают не один курс, а множество курсов. И здесь я сейчас приведу несколько клинических примеров по пациентам. Пациент молодой, 46 лет, с папиллярным раком, фолликулярным вариантом. И исходно у него было стадия Т4-НХ-МХ. Прогрессирование у него было через 3 года после первичной операции, были выявлены имплантационные метастазы и проведена радио-табляция через 3 года после первичной операции. Далее у пациента выявлено повторное прогрессирование с множественными метастазами в лёгкие. И через 4 курса радио-йод-терапии, вот это были первичные курсы, мы с вами видим сканы пациентов, мы видим планарную синтеграфию с активным накоплением на шее в остаточной ткани и с активным накоплением во множество метастазов в лёгких. И вот это его планарная синтеграфия при первичном исследовании. В 4 курса радио-йод-терапии и мы с вами при наличии высокого уровня сохраняющегося периоглобулина и антител к периоглобулину мы с вами видим отсутствие накопления в лёгочной ткани. Этот пациент сформировал радио-йод-резистентность или радио-йод-рефракторность. Итак, какие же случаи необходимо считать радио-йод-рефракторными? Это наличие одного или более очагов высоко дифференцированного рака щитовидной железы, которые не подлежат хирургическому удалению и визуализируются на любой методике, визуализирующие исследования. Это может быть ПТ, МРТ, ПЭТ с тородезоксиглюкозой. И эти очаги не должны накапливать терапевтическую активность 131-го йода при условии адекватно выполненной терапии и адекватно выполненной послечебной синтеграфии всего тела. Доказано, согласно системе РЕСИСТ, прогрессирование опухолевого процесса через 12 месяцев на фоне радио-йод-терапии при активности не менее 100 миликвери при условии успешно удалённого тириодного остатка и отсутствии регрессии очагов опухоли при суммарной лечебной активности радио-йод-резистентной радио-йод-радиоактивного йода более 600 миликвери. По нашим данным, примерно 5-7% пациентов в каждом отделении радионуклидной терапии в конечном итоге при нескольких курсах радио-йод-терапии становится, как правило, радио-йод-раперным. Что же нам даёт возможность на сегодняшний момент фармакология в плане введения этих пациентов? Мы сегодня уже с вами касались назначения таргетной терапии, Замира Ахмедовна говорила о возможных и зарегистрированных препаратах в нашей стране. Это сарафиниб и линвотениб, которые рекомендуются при неэффективности радио-йод-терапии, причём линвотениб предпочтительно. Это наши клинические рекомендации. И примерно такие же клинические рекомендации, предпочтительное назначение линвотениба при популярном фолликулярном клетоклеточном раке у пациентов с прогрессией при радио-йод-рефракторности. Ну и вот в этих таблицах рекомендации НССН вы увидите отдельное введение пациентов, в том числе вот здесь вот на этой табличке показаны пациенты, включающие метастазы в центральную нервную систему. Нам с вами кажется о том, что рак щитовидной железы в основном даёт отдалённые метастазы в лёгкие или в костную ткань. Тем не менее, бывают случаи и редкого метастатического поражения центральной нервной системы. Я хочу представить вашему вниманию клинический пример пациентки с 74-х лет, у которой был рак щитовидной железы Т1ВН0М1 и сразу же были выявлены метастазы в лёгкие, в печень, в средостении и в головной мозг. При этом, смотрите, после первичного лечения радио-йод-терапии у пациентки был активный очаг накопления в области червя-мозжечка и множественные очаги накопления в области шеи и в лёгочной ткани. Пациентка получила 6 курсов радио-йод-терапии. И в конечном итоге, смотрите, каким образом после 6 курсов на последнем курсе радио-йод-терапии выглядят её сканы. Мы с вами видим отсутствие накопления в червя-мозжечка, но здесь после первого курса была добавлена ещё терапия лучевая, лечение лучевое, она получила курс радио-гамма-ножа. А вот накопление в лёгочной ткани после 6 курсов сохраняется, причём объём метастазов также сохраняется, и размер таргетных очагов сохраняется. Таким образом, эта пациентка при наличии суммарной лечебной дозы 660 мк развела радиорефрактерность. То есть получается, что у клинического онколога встаёт вопрос, когда назначить такому пациенту, какие определяются показания для назначения таргетной терапии гипидерметирозинкеназ. В общем-то, собственно говоря, это всё, что я вам хотела сказать по показаниям проведения радиотерапии. У нас в отделении 10 мест активных палат. Пожалуйста, пациентов отправляйте. Всегда есть возможность достаточно быстро отправить пациента на терапию. Здесь мы вам оставляем наши контакты. И спасибо за внимание.